Почти два года, как мы живем с ковидом, а наша районная больница превратилась в ковидный стационар. За это время многое поменялось. В первую волну врачи, работающие в красной зоне, жили на обсервации. До работы их доставляли на автобусе, а еду обеспечивала кафе «Лагманная». Вас и Султана Александровича за тот вклад, ту поддержку, которую вы нам оказываете с первых дней нашей работы в ковиде. Наталья Горькова, соучредитель кафе «Лагманная», говорит, что это был проект не для заработка, а возможность сохранить коллектив и оплачивать коммунальные услуги. Ну и, конечно, помочь врачам. Помощником стало и сельхозпредприятие «Племрепродуктор Васильевская». Горячий Сергей Маратович в этот момент предложил свою помощь. Мясо, молоко, это тоже поддержка очень огромная была. Во-первых, наши блюда стали более сытными, порции побольше, нежели мы могли предоставить на эту сумму и молоко от собственных коров. Кафе «Лагманная» и после окончания договора на поставку обедов-ужинов врачам на обсервации периодически привозят в районную больницу вкусные подарки для персонала. Не по обязательству, а от сердца. И это не единственный их благотворительный проект. Мы ежегодно, уже на протяжении 17 лет, мы проводим в нашем кафе встречу ветеранов с благотворительным обедом, посвященный 9 мая. Ну и вообще много таких мероприятий, которые в городе какие-то экстренные ситуации. То есть, когда просят помочь, выручить и так далее. И вообще у нас заключен договор на экстренные какие-то такие моменты. На встрече с соучредителем «Лагманной» Натальей Горьковой главный врач Олег Дмитриев поблагодарил руководство и сотрудников кафе и пожелал всем здоровья. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».